Специалисты от 41 до 50 лет. Такова возрастная категория погибших и пострадавших на предприятиях Самары за период 2020 и начало 2021 года. В число самых опасных профессий по-прежнему входят водитель, охранник и электрогазосварщик. Основные виды несчастных случаев на производстве – транспортные происшествия и падения с разного уровня высот, приставных лестниц, мебели, деревьев, строительных лесов и зданий. Только в прошлом году на предприятиях города произошло 97 несчастных случаев. 55 из них зафиксированы при исполнении служебных обязанностей. По Самарской области на сегодняшний день 52 несчастных случаев, связанных с производством. 24 тяжелых, один смертельный, один групповой. На долю городского округа Самары на сегодняшний день приходится больше половины. Чтобы снизить риск травматизма на предприятиях региона и города проводятся профилактические беседы по улучшению условий и охраны труда. Для создания комфортной рабочей среды на производствах обновляют оборудование, делая его более безопасным. Декорируют помещения и создают для персонала комнаты отдыха. Большое внимание уделяют и технологической стороне вопроса. Сюда входит преобразование самого процесса работы, которое позволяет снизить трудозатраты. Пример – внедрение автоматических систем. И вот хорошим примером уже порядка на протяжении нескольких лет работники социальной службы ежедневно участвуют в производственной генастике. То есть у них каждый день в 10 и в 3 часа они выключают компьютеры и выходят на производственную генастику. То есть на зарядку у них есть диски, то есть весь материал. Также в период нестабильной эпидобстановки на предприятиях области и города продолжается вакцинация сотрудников от коронавируса, которые проходят без отрыва от производства. Процедуру проводят при помощи выездных мобильных бригад. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.